Веселые старты и эстафеты приурочили ко дню столицы в Прииртышье. Спортивный Павлодар дарит имениннице Астане пример здорового образа жизни. Сильнейшие полуаны края сошлись в захватывающих поединках. Наш корреспондент Ербол Абишев стал их свидетелем. Он сейчас на прямой связи со студией. Ербол, здравствуйте. Скажите, почему праздник проводят в таком формате? Добрый день. В последнее время в Павлодаре вошло в моду посвящать большую часть праздничной программы именно спортивным мероприятием. Так и сегодня празднование дня столицы началось с турнира по казак-кресам. На борцовском ковре вышли помериться с силами лучшие павлодарские полуаны. Соревнования идут с 10 утра. К этому часу уже определились претенденты на звание сильнейшего. Мы попросили главного судью соревнований рассказать, как проходит турнир. Еркен, скажите, чем этот турнир отличается от традиционных соревнований и каких достижений удалось добиться павлодарским борцам в этом виде спорта? Отличается тем, что эти соревнования проводятся традиционно. В праздничных турнирах могут участвовать все желающие спортсмены и также люди, которые хотят помериться с действующими спортсменами. Недавно в Павлодарской области прошли соревнования, участвовали наши на Казахстанборс. Как сказать, Павлодарская область развивается по национальным видам спорт. Спорт развивается очень хорошо. По казак-кресам у нас участвовали по казак-кресам Казахстанборс. Недавно в Алтайском крае прошли международный турнир. Участники Павлодарской заняли призовые места. Первый, вторый, Даняров Аблайхан и Акимбеков Арман. Спасибо большое. В числе участников соревнований, как маститый спортсмен, так и любители, вышли на борцовский ковер и военнослужащие войсковой части 66-79. Всего час назад они принимали участие в военно-спортивной эстафете, а также встречали ветеранов в стенах нового музея боевой славы. В их честь военнослужащие открыли уголок памяти и им же сегодня на борцовском ковре посвящают свои победы. На других площадках состязаются легкоатлеты, гиревики, шахматисты, футболисты, стритболисты. Словом, павлодарцы за здоровый образ жизни и призывают к этому всех казахстанцев. Здесь проходят соревнования, спортивные игры. Я думаю, для всех казахстанцев должно быть всегда вот такое праздничное настроение. С прекрасным настроением с утра, с позитивом. Погода тому располагает и вообще праздник замечательный, конечно. Всех поздравляем казахстанцев. Астану желаем всем мира, благополучия, процветания. Но самое главное, чтобы был мир у нас. Павлодар становится ближе к Астане как в примон, так и в переносном смысле. В регионе строится большой арочный мост, который свяжет центр и восток Казахстана. Это самое большое инженерное сооружение в Центральной Азии. Совсем недавно там установили главную арку. А за счет строящегося автобана уже через год из прииртыща доехать в Астану можно будет всего за три часа. Динамичное развитие транспортной инфраструктуры обеспечивает и железная дорога. В области создали полноценный железнодорожный кластер. Теперь в Екибастуде сами делают колеса, стрелочные переводы и другие узлы и агрегаты. А еще павлодарцы круглый год выращивают розы голландских сортов в этом современном тепличном комплексе. Они уже продаются в разных городах Казахстана. И уверен, что многие столичные дамы получали их в подарок. Вот так вместе со своей столицей развивается наш индустриальный край. Арстан? Спасибо, Ербол. Напомню, со спортивной эстафеты в честь Дня столицы из Павлодара нас информирует Ербол Абишев. Продолжение следует...